Жители Новгородской области оштрафовали на 30 тысяч рублей. По закону о неуважении к власти. Это первый известный нам случай штрафа по этому закону. Как пишет Медуза, оштрафованный выложил запись заседания, и на ней слышно, как судья зачитывает суть правонарушения. Разместил в сети интернет, в социальной сети ВКонтакте две записи с фрагментами текста «Путин сказочный матерное слово» и графическим изображением президента России Владимира Путина. Какое страшное правонарушение! Но бдительные правоохранительные органы Новгородской области его вывели, а нарушителя оштрафовали. И теперь мы можем читать вот такие заголовки СМИ. Закон о неуважении к власти Владимир Путин подписал 18 марта, в годовщину своего переизбрания в президенты. И когда его принимали, мы думали, кого же первого оштрафуют. Думали даже, что Алексея Навального или кого-то из фондов борьбы с коррупцией. Но реальность превзошла ожидания. Сказочное недоразумение подписало указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Указ опубликован на сайте Кремля. Президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства и российских паспортов для жителей отдаленных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Владимир Путин сегодня подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Владимир Путин, президент России, подписал указ об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. Жители территории Донбасса, контролируемых российскими захватчиками, смогут обменять фейковые паспорта несуществующих республик на российские в трехмесячный срок. Служу Донецкой народной республике. Слава России! Указ издан в гуманитарных целях, а также в целях защиты прав и свобод человека и гражданина. «Сказочный персонаж при этом руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права», говорится в документе. У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Заявил кремлевский сказочник на заседании Совета законодателей в Петербурге после подписания указа. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин расценил указ как продолжение агрессии и вмешательство во внутренние дела. «Это новый паспортный этап оккупации Донбасса», написал Климкин в Твиттере. Указ президента Российской Федерации щодо спрощеної процедуры набуття громадянства Російської Федерації громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької и Луганской областей, це чергове, безпрецедентное втручання Росії внутрішній справи незалежної держави, брутальное порушение суверенитету, территориальной ценности и незалежности Украины. Повне поприня своїх зобов'язань в рамках мінских домовленостей. Крім того, в такий спосіб Кремль свідомо та цинічно порушує міжнародне гуманітарне право, що забороняє окупаційній владі змінювати громадянство жителів окупованих територій. Російська Федерація знову перетнула червоні лінії та відверто і нахабно торпедує мирний процес на Донбассі. Проведення фейкових виборів 2014 та 2018 років, запровадження рубльової зони, експропріація українських підприємств, офіційне визнання документів, виданих незаконними органами – це далеко не повний перелік тих деструктивних кроків, що зробила російська сторона протягом останніх років. Я закликаю міжнародних партнерів не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні та злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій. В цьому зв'язку я доручив Міністерству закордонних справ негайно ініціювати обговорення цього питання в рамках Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, а також інших міжнародних форматах, зокрема ОБСЕ та Євросоюзі. В декабре 2018 года был принят закон об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ в гуманитарних целях. В новой редакції закона о гражданстве президент наделен правом определять соответствующие категории иностранных граждан. В МВД сообщали, що це в першу чергу коснеться жителів юго-востока України. В ноябре 2018 года Россия пообещала облегчить получение российского гражданства украинцами в ответ на ограничение в'язда на территорию Украины мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Закон о гражданстве, который, поправки закона о гражданстве, который, на наш взгляд, знаменует принципиальное формирование нового курса, на поддержку наших соотечественников, поскольку предполагают реализацию президентом своих конституционных полномочий на представление определенным категориям наших соотечественников гражданства. Мы предлагаем, что и ряд категорий священнослужителей, верующих на Украине, подверждающихся религиозным гонениям, также могли бы претендовать и иметь основания для получения гражданства в опорщенном виде. Сейчас в России находится более миллиона выходцев из Донбасса. Из них 77 тысяч получили статус беженца или временное убежище. Между первым и вторым турами украинских президентских выборов источники, близкие к Кремлю, сообщали, что у сказочного персонажа на столе уже лежит проект указа о раздаче паспортов на Донбассе. Мы считаем, что необходимо начать массовое и срочное предоставление российского гражданства жителям Донбасса. На Донбассе начинают раздавать российские паспорта. Откуда информация, что за данные, обязательно сообщим. Есть информация о том, что часть и определенная партия этих паспортов уже находится в Донецкой Народной Республике. В первую очередь эти документы начнут получать представители госструктур, силовых структур, потом уже идут пенсионеры, ну а затем обычные граждане. У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской Республики, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, это уже переходит границы с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности, и реализовать свои элементарные права. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко назвал это дерзким шагом, который противоречит Минским договоренностям. Киев образился в связи с решением Москвы в Совет Безопасности ООН. Секретарь Совета Национальной Безопасности Украины Александр Турчинов опасается открытого военного вторжения России на Донбасс. После сегодняшнего решения, по его мнению, решение Путина формально создает для этого правовые условия. Законы России позволяют использовать армию для защиты своих граждан за границей. В указе Путина говорится, что решение принято в целях защиты прав и свобод человека и на основании общепризнанных норм международного права. Президент России объяснил свой указ с заботой о правах человека. Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. А теперь представьте ситуацию, что Ангела Меркель подписывает указы об упрощенном порядке приема в немецкое гражданство жителей Калининградской области РФ. Или Синдзё Абе, премьер-министр Японии, подписывает указы об упрощенном порядке приема в японское гражданство жителей Курил. Скажите, такое невозможно, но в сказочной стране возможно все. Зеленский информационную войну хотел? Информационную войну, ну вот, соответственно, получается. Что сейчас Зеленский, какую войну еще хочет добавить? Ну да, теперь президент будет выходить интермедией, на пианино сыграет чем-нибудь и думает, что Донбасс тем самым покорит. Я бы не только Донецкую, но я считаю, что наши соотечественники, напомню еще раз, русский народ самый разделенный сейчас народ в мире. Совершенно верно. Я уверен, что это только первый шаг в этом правильном, нужном направлении. И от души поздравляю всех своих земляков, жителей Донбасса. Уверен, что многие воспользуются этим правом и этой возможностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин